Приветствую вас. Давайте рассмотрим ваш вопрос. Что делать? Я очень привязался к человеку, с которым я общаюсь уже несколько лет. Я разговариваю с ним как бы с его обличиями и фантазией. Он ходится на везде, я придумываю разные ситуации, с ним закручиваю в голове. Я больше так не могу. Несколько лет, и несколько лет моя голова забита человеком, с которым я даже не общаюсь. Сейчас начало замечать, что у меня появилась агрессия, и меня все раздражало, как отпустить человека и забыть. Ну, забыть человека не получится, потому что это часть вашей памяти. Соответственно, я не думаю, что хорошей идеей является попытка кого-либо забыть. Потому что это ваш опыт, это ваш, скажем так, багаж. И соответственно, я не думаю, что реально и возможно человека в этом смысле забыть. Но, вы действительно можете его отпустить. Это правда. Как это сделать? Вопрос о том, как это сделать, на мой взгляд, является мотивацией, вашей мотивацией в первую очередь, к тому, чтобы развивать, вот, вашу такую способность, к тому, чтобы видеть, что с вами происходит, что с вами происходит. То есть у вас есть, на мой взгляд, совершенно очевидно, такая способность, такая способность замечать то, что с вами происходит, у вас есть такая способность видеть то, что с вами происходит. Например, вы смогли заметить появившуюся у вас согресть. И, по мой взгляд, это очень здорово, на мой взгляд, это великолепно, что у вас есть такая возможность, потому что у других людей этой способности внезапно, очень часто бывает, что им нет. И то, что у вас эта способность есть, очень здорово. Поэтому я бы начал с того, чтобы как-то использовал бы эту способность и подумал бы, что у вас есть. А вот вы, например, привязались к человеку, как вы говорите, привязались сильно, за счет чего стала возможна такая привязка к человеку. Возможно. Что вы, иными словами, сделали, чтобы данная привязка к человеку работала. Это очень важно, потому что с этим я имею в виду тем, что составляют основание источник вашей фантазии. Нужно работать. А это ваши потребности. Это ваши желания. И вот в этом смысле вам стоит порасмышлять. Какие желания, какие состояния вы реализовывали с этим человеком? В каких отношениях вы с сыном были? Что это были за отношения? Вполне возможно, что у вас и просто незавершенность, недосказанность. Такое тоже возможно. Такое тоже, что называется, бывает. Незавершенность, недосказанность. Часто присутствует в отношениях. Поэтому здесь наша задача заключается в том, чтобы во всем как следует разобраться. Наша задача заключается в том, чтобы помочь вам увидеть и зафиксировать. Если реализовать. Есть еще такой немаловажный, как мне кажется, аспект, который заключается в том, что вы данную ситуацию могли воспринять с точки зрения того, что с вами что-то не так. Что вы, например, какая-то плохая, что вы, например, какая-то странная и так далее. И вы уходите в фантазии, избегая реального мира. Такое тоже бывает. Такое тоже случается. Человек такое, к сожалению, практикует. И, на мой взгляд, в этом вам также имеет смысл помочь. Разобраться. Чтоб вы для себя эти вещи лучше интегрировали в свою реальность. Вот. Сейчас этого не происходит. Пока еще. Сейчас вам это тяжело и трудно. Пока еще. Но вы решаемо. Вам можно в этом помочь. Конечно, если вы сами это хотите. В этом смысле все предельно. Предельно просто. Предельно понятно. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам. Для формирования базовых постлапов. Для психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обратная связь. Обратная связь. Обратная связь.